приветствую друзья вы находитесь на канале есть вопрос напоминаю что меня зовут александр и сегодня расскажу вам про беспилотный летательный аппарат надеюсь я сказал это правильно и да робототехника уже не нова и на самом деле если ты хочешь завлечь детей заниматься науками да стем образованием развивается вот именно steam компетенции то раньше нужно просто сказать пойдем построим роботов да или что-то робототехническое то сейчас уже никого не удивишь я говорю в среднем про всех да понятно что у кого-то нет это робототехники в силу определенных возможностей но мир меняется мы развиваемся и рынок нам предлагает новые решения об одном из таких решений я вам сейчас расскажу это беспилотный летательный аппарат тело и так есть такой производитель диджи ай все его узнают кто знаком либо со стабилизаторами либо как раз таки с беспилотными летательными аппаратами которые простонародье называется квадрокоптеры дроны и много у них других названий это apple в мире квадрокоптеров то есть это сток чему стремятся многие но вся их продукция точно так же как и у техники apple очень и очень дорогая в один прекрасный момент было принято решение произвести бюджетную версию и она на самом деле у меня сейчас находится на столе давайте я вам покажу как она выглядит самое бюджетное и доступное решение один джай который вы можете увидеть вы спросите а для чего делать ведь apple не сразу выпустили самые бюджетные телефоны и поверьте эти бюджетные телефоны не совсем бюджетные недоступны прямо каждому чтобы продавать дроны это все-таки не телефон есть опасность того что вы с ним не справитесь да и чтобы победить вот эти внутренние какие-то сомнения был выпущен самый простой из квадрокоптеров до диджай называется он тело коробочки на самом деле скромненько все у нас есть сам квадрокоптер есть запасные лопасти это очень важно для новичков и собственно батарейка которую мы сейчас с вами установим все наш дрон готов к полету управлять мы будем с вами поскольку это бюджетная версия не из пульта управления а будем использовать свой мобильный телефон а точнее смартфон и внутри у нас находятся такие карточки карточки которые находятся на столе называются карточки мишенпад они служат своеобразными триггерами для того чтобы наш дрон совершал некие действия или рой дронов совершали некие действия соответственно а вот и разбросаны разным образом кругляшки они и есть метки то есть один мишенпад отличается от другого тем что собственно вот эти кругляшки разбросаны разным образом и именно за счет них мы можем запрограммировать если дрон видит именно этот коврик тогда он совершает то или иное действие он может приземлиться на него может совершить какой-то вираж может развернуться точно то же самое мы можем описать и в программном коде но здесь в чем идея показать детям во время обучения то что бывают разные бывают программные бывают физическими да когда мы распознаем некую последовательность изображений на поле соответственно с помощью таких кругляшков мы можем рассказать детям некую ситуацию которая может произойти в жизни пролетая мимо по определенной трассе наш дрон постоянно сканирует и увидев там допустим машину такого то цвета или машины которые передвигаются по трассе в определенной последовательности он может понять что этот какая-то колонна из и дать сигнал там на какой-то пункт то есть вы должны всегда объяснять детям что для чего им учить языки программирования для чего им нужно изучать различные варианты программирования именно с дронами где они это будут применять жизнь вот такая история напомню вам то что сейчас есть одна спортивная дисциплина по управлению дронами да и профессия именно пилот дронов она включена в перечень профессии будущего поэтому дети просто даже играя осваивая управление они получают навыки которые будут им полезны в будущем напоминаю что в комплект поставку образовательного набора да то есть целого комплекса когда мы поставляем на класс у вас будет входить специально защитный кожух который закрывает вашего дрона со всех сторон что это вам дает то что дети не смогут засунуть пальцы у нас сейчас допустим винты сверху свободны да они защищены только по краям если мы взлетаем да и у нас винт что-то попадается то есть вероятность того что он сломается в этом в том случае когда он полностью закрыт вероятность такая низкая поскольку в любом случае в комплект поставки это оборудование входит почему бы его не использовать и так давайте попробуем с вами осуществить первый запуск посмотрите как это происходит и насколько можно находиться в помещении с работающим дроном запускаем программное обеспечение просим нашего дрона взлететь и ничего не происходит потому что он заснул еще раз разбудили проверяем все ли хорошо дрон взлететь один момент техническая пауза так индикатор нашего дрона показывает том что он готов к отключению запускаем программное обеспечение подключаемся напоминаю что подключается он через вай фай дожидаемся что подключился возвращаемся собственно если мы видим изображение да то наш дрон готов к полету взлетаем вот насколько вы сейчас меня слышите и можете видите он нас полетел сейчас мы его ударим специально вы услышали что дрон ударился и просто упал мне сейчас его передадут я у папы дроновод если есть такая профессия давайте еще раз вы видите что помещение сейчас в принципе здесь ветра у нас нет а но при этом дрон появился каким-то непонятным образом вот он взлетел под ним находиться сложно камера которая находится внизу до анализирует высоту полета если я подношу руку то дрон поднимается выше дабы не ударит далее я могу им управлять но это классический для всех дронов я вижу изображение я вижу нашего оператора дмитрия вот он стоит да и собственно могу развернуться и осуществить посадку на руку то есть дрон безопасный он очень легкий а управляться с ним одно удовольствие именно освоить азы вы постепенно поймете в чем отличаются тяжелые дроны от таких маленьких как этот и собственно уже поймете но главная фишка его не просто полет и не просто съемка а именно образовательный потенциал это программирование на скретч программирование на питоне и программирование на свифте то есть языки программирования здесь это основное да не забываем что текстовый программирование а дрон очень классный я всем рекомендую его если вы увлекаетесь техническим творчеством и понимаете что обычные роботы ваших детей уже не приковывает внимание да не мотивирует к занятиям не мотивирует к решению сложных задач или вы понимаете что хотите чем-то отличаться от всех остальных идите в сторону таких вот дронов они относятся все равно к техническому творчеству и достигаете все новых и новых успехов с вами был александр канал есть вопрос пишите свои комментарии и укажите обязательно что понравилось вам в этом выпуске хотели бы или у вас уже есть такой дрон если нет то приведите примеры какие вы дроны используете и что у них лучше чем конкретно в этом потому что мы не можем знать все обо всем и невозможно в чем-то мы заблуждаемся так вот скажите нам об этом спасибо огромное что остаетесь с нами подписывайтесь на канал будете в курсе последних новостей пока